Магнитогорский металлург сумел взять реванш у Бориса за крупное поражение на старте плей-офф. Во втором матче серии подопечные Ильи Воробьева сыграли гораздо строже и надежнее. Они не позволили сопернику отличиться ни разу, а сами неплохо реализовывали созданные моменты и забросили три безответные шайбы. Об одном из лучших матчей сезона расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. После 0-4 и довольно невыразительной игры в первом матче, болельщикам Магнитки было нелегко находить поводы для оптимизма. Но на вторую встречу гости вышли с намерением искать счастье в атаке, с самого начала старались подольше задерживаться в чужой зоне. Стартовый период прошел в равной борьбе, но распечатать ворота Эдди Паскуале Металлургу по-прежнему не удавалось. Прошлый матч уже в истории, сегодня новый день, новая игра, еще два периода играть, сейчас отдохнем и с новыми силами на второй период. И этот период получился для магнитогорцев одним из лучших в сезоне. За 20 минут игроки Металлурга перебросали соперника 19-8 и решили судьбу встречи. Сначала после передачи Артема Минулина и Никиты Певцакина Андрей Нестрашил выстрелил издалека и заставил ошибиться вратаря. Всего через 159 секунд Сергей Мазякин фирменным броском поймал голкипера на противоходе и удвоил преимущество, а Певцакин и Минулин набрали еще по очку. И, наконец, в расстановке 5 на 3 свой второй балл заработал Мазякин, который помог Нестрашилу оформить дубль и установить окончательный счет. 0-3 в матче и 1-1 в серии. Мы довольно неплохо сегодня воспользовались нашими моментами, забивали голы, поэтому в этом была разница большинство. Ну и вратарь, конечно. Ну и вратарь, конечно, всегда. Василий Кошечкин с 35 спасениями по праву заработал свой 12-й сухарь в плей-офф КХЛ. А Артем Минулин, набравший первые очки на высшем уровне, получил от партнеров переходящую каску лучшего игрока встречи. Третий матч серии состоится в Минтогорске 5 марта. Прямую трансляцию смотрите в нашем эфире в четверг в 18 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.